В Челябинске будут делать запчасти для КАМАЗа. Инновационные комплектующие российских машин разрабатывают в новом центре компьютерного инжиниринга на базе ЮРГУ. Создают детали на программном обеспечении компании Сименс. Что это даст университету и как это повлияет на развитие области, расскажет наш корреспондент. Так выглядит КАМАЗ нового поколения. Это уже не просто грузовые машины, как принято считать, а надежные, комфортабельные и умные авто, которые, к тому же, буквально напичканы автоматикой и могут проехать по любому бездорожью. Над созданием такой машины трудятся тысячи специалистов, теперь в том числе и южноуральцы. В Челябинске открылся первый центр компьютерного инжиниринга на базе Южноуральского государственного университета. Именно тут будут создавать часть комплектующих для автомобилей КАМАЗ. И не только. Инженеры смогут разрабатывать инновационные проекты для машин и станкостроения. Это лучшие конструкторы не только Челябинской области, но и Большого Урала, которых мы собрали здесь для решения вот этих серьезных инженерных задач. Специалисты-расчетчики — это молодые кандидаты наук, аспиранты, магистранты, которые заканчивают наш университет. Все проекты специалисты разрабатывают на компьютерных программах мирового лидера — компании «Сименс». Именно они выступили партнерами по созданию нового центра. С таким оборудованием специалисты смогут делать расчеты и тут же конструировать виртуальную модель. Все испытания можно также провести на компьютере — виртуально. Например, проверить, как машина будет вести себя на бездорожье, что снизит затраты заказчика и самого центра. «Сименс» гордится тем, что в этом центре используются наши программные обеспечения, наши технологии, самые современные, связанные в первую очередь с реализацией задач виртуальных испытаний, виртуальных расчетов, инженерных расчетов очень сложных, которые на сегодняшний день используют все ведущие мировые машиностроительные компании. Церемонию открытия посетил и первый заместитель губернатора. Евгений Редин заявил, что коллегами конструкторов станут дети. При поддержке главы региона Бориса Дубровского в здании появится и центр дополнительного образования для школьников. Сейчас это называется модным словом «кванториум», а в той практике, реальной практике, это назывался «дом юных техников», где будут уже на иной совершенно материальной базе создаваться те кружки. В свое время это были автомодельные, судомодельные, ракетостроения. Для оснащения центра дополнительного детского образования из областной казны уже направили 80 миллионов рублей. Павел Зорин, Маргарита Хижняк, Павел Клементьев, ОТВ.